Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу секрет своей бабушки, которым она пользовалась всю жизнь и мы ели огурчики до самых заморозков. После этой подкормки огурцы не желтеют, дают во много раз больше урожая, но один самый важный момент, эту подкормку нужно правильно подготовить, чтобы она заработала и из нее получили все полезные макро-микроэлементы наши огурцы. Секретов выращивания несколько у моей бабушки, она пользовалась ими и мне передала свои секреты, я ими пользуюсь и хочу с вами поделиться, потому что это рабочие методы получать огурчики в середине-конце сентября даже в Сибири. У нас в Кузбасс Сибирь и примерно в сентябре уже могут наступить заморозки, это нулевая температура, минусовая температура, а также бывает резкое похолодание. Но у нас в сентябре чаще всего бывает бабье лето и именно за это время наши огурцы все еще успевают подрасти и плодоносить. В теплых регионах конечно все это намного проще, там можно выращивать огурчики аж до конца октября-начало ноября в теплице, если под укрытием, то конечно можно пленка плюс агроткань, огурчикам будет точно так же тепло. А вот в Сибири до заморозков можно выращивать либо только под несколькими укрытиями, это несколько слоев агроткани плюс обязательная пленка, потому что у нас чаще всего в конце августа дожди, если заливает, то наши огурчики быстро начинают болеть переноспорозом и просто погибают. А также лучше всего выращивать в теплице. В теплице можно самостоятельно регулировать влажность, то есть полив и поливать огурцы правильно, тогда огурцы ничем не заболеют и будут точно плодоносить и можно будет собирать урожай ведрами до самих заморозков. Итак, первый секрет, это самая важная подкормка для огурчиков, которую они очень любят, это древесная зола. Дело в том, что древесная зола содержит карбонат кальция в качестве основного компонента, это примерно до 40%, все зависит от самой древесины, которую сжигают. И калия в среднем до 10-12%, а также есть и фосфор, железо, марганец, цинк, медь и несколько тяжелых металлов. Но чтобы правильно приготовить подкормку из древесной золы, нам нужно добавить какой-либо уксус, либо кефир, либо молочную кислоту, либо лимонную кислоту. Я буду добавлять 1 литр кефира на пол-литра древесной золы. Также можно применять и яблочный уксус, берете 1 стакан на пол-литра древесной золы. А также можно добавлять и эссенцию 70%, это пару столовых ложек, либо просто уксус 9%, точно так же 1 стакан. Когда пойдет реакция, вот смотрите, сейчас пойдет шипение, после кефира шипение может пойти через пару минут. После уксуса шипение наступает просто моментально. То есть это и есть наша реакция. С помощью этой реакции воспождаются все полезные макро и микроэлементы и будут доступны нашему растению. Вот прошло у меня пару минут и наконец-то пошла реакция. Вот смотрите, видите как пузырится большая часть уже. Обязательно дождитесь, когда пойдет реакция и только потом можно добавлять воду. После уксуса, эссенции, либо яблочного уксуса наступает буквально через пару секунд уже наступает реакция. После молочных сыворотки, кефира, либо молока чуть позже будет реакция. Теперь сюда же добавляем 10 литров воды. У нас получается в среднем до 11 литров подкормка. Это уже готовый раствор, которым можно поливать огурчики под корень. Эту подкормку можно вносить 1 раз в 10 дней. И смотрите самое важное на состояние ваших растений. Отталкивайтесь именно от них, что им нужно в данный момент. Смотрите на листья, нет ли пожелтения, а также не опадают ли завязи. И именно от этого выбираем подкормки. И вот такая полезная подкормка у нас получилась. И очень важно эту подкормку чередовать с другими азотными удобрениями. Для этого я вам расскажу еще одну подкормку. Чуть позже обязательно дождитесь. С помощью такого чередования можно добиться обалденного результата. Огурцы быстро пойдут в рост. Не будут болеть, будут завязи абсолютно все завязываться. И листовая масса будет шикарна именно от азотных подкормок. А с помощью древесной золы здоровье ваших огурчиков обеспечено. На большой куст можно поливать в среднем 1 литр данной подкормки. Если у вас кустики еще маленькие, применяйте дозированно, то есть намного меньше. А если вы только посадили ваши огурцы, то нужно в среднем 250-300 мл на кустик. И теперь азотная подкормка для наших огурцов. Нам понадобится травяной настой. Про него я вам уже рассказывала. Шикарно помогает для огурцов, томатов, перцев именно на ранней стадии. Если вы выращиваете огурцы для позднего плодоношения, то травяной настой тоже нам нужен. Настой из травы, либо его еще называют бродиловкой, я делаю постоянно. И подкармливаю в основном огурцы и иногда перцы, если они этого требуют. Также можно и томаты, если они у вас не жируют, можно добавлять такой настой. Но дело в том, что огурчики начинают активно и быстро плодоносить, когда у них большие шикарные листья. А для этого нужен азот. Для огурчиков я беру 1 литр на 10 литров воды. Если вы будете подкармливать молодые огурчики, то немного снижайте дозировку, хотя бы пол-литра на 10 литров воды. Травяной настой готовится очень легко. Нам понадобится скошенная трава, крапива, одуванчики, все, что у вас есть в огороде. Целое ведро травы нужно залить обычной водой, а также добавьте туда несколько веточек пихты. Пихточка действует как инсектицид, который помогает от вредителей и различных болезней. Вот примерно такой настой у нас должен получиться, бледно-желтого цвета. Вот смотрите, трава, это обычная трава, и вот у меня есть веточки пихточки. Настаиваться такой настой в среднем до недели. Должен быть резкий, вонючий запах. Тогда ваша бродиловка будет готова. Многие спрашивают, а у меня нету данной травы, и я выращиваю на балконе свои огурцы. Как мне быть, как мне подготовить такой зеленый настой? Можно купить все эти травы в аптеке. Ромашку в виде травы, а также крапиву, хвощ можно взять. Все можно купить в аптеке. Точно так же завариваете на 10 литров воды и все это настаиваете. Запах будет точно такой же, я уже проверяла. В зимнее время у меня тоже травы, допустим, нет. Это только для лета. И в зимнее время я готовлю из аптечных трав такой настой. И второе средство, которое я добавляю в это ведро, для того, чтобы азотистая подкормка у нас получилась более мощной, это настой от колотого гороха. Горох содержит углеводы, а это источник питания для полезных почвенных микроорганизмов. А также содержит белок, который даст растениям азот и множество микроэлементов. Здесь у меня 1 литр гороха, колотого гороха на 10 литров воды. Настаивала несколько дней. Запах уже очень вонючий. Это значит средство, готовое к употреблению нашими растениями. Нам понадобится 1 литр настоя от гороха на это 10 литровое вида с настоем травы. Таким образом, мы с вами подготовили мощное азотистое удобрение для наших огурцов. После такой подкормки, огурчики активно быстро идут в рост и начинают быстрее плодоносить. Это азотное удобрение можно чередовать с древесной золой, которую показывал вам чуть ранее. И третий секрет, в чем же секрет долгого плодоношения наших огурцов. Это поздняя посадка рассады огурчиков. Посмотрите, сейчас на 25 июля это новый кустик, он только завязывает первые плоды. Если вы проживаете даже в Сибири, то вы еще успеете посадить новую партию огурцов. Именно огурчики, если посадить сейчас, будут плодоносить до самых заморозков. Не будут плодоносить те, которые вы посадили в начале мая, в конце апреля. Они уже у вас будут болеть переноспорозом, это проверено времени. Вот смотрите, еще один у меня новый кустик, который точно будет плодоносить до самых заморозков. С помощью подкормок и, конечно, с помощью теплого укрытия. В этом и есть самый главный секрет дальнейшего плодоношения огурцов. Можно, конечно, выращивать их в теплице, но я посадила их на улицу, потому что сейчас они начнут быстрее и активнее расти. И в среднем до середины сентября они у меня будут плодоносить. У меня даже есть в прошлом видео, как я уже делала такой эксперимент, и он удачный. Сейчас я уже подкармливаю азотным удобрением для набора мощной листовой массы. До этого я подкармливала с древесной золой. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео, подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Всем спасибо и до свидания.